Призывные комиссии Алматинской области перевыполнили план по количеству призывников и заняли первое место по республике. Вместе с тем на собрании по итогам призывных кампаний 2023 года был выявлен и ряд проблем. Так выяснилось, что новобранцы не обеспечены социальным медицинским страхованием. Эти и другие не менее актуальные вопросы обсудили участники собрания. При этом главной темой встречи представителей оборонного ведомства стал вопрос призыва граждан на срочную воинскую службу. Подробности в сюжете. В работе этого собрания приняли участие представители нескольких военных структур, председатели призывных и работники медицинских комиссий районов и городов Алматинской области, а также представители управления здравоохранения региона. В ходе встречи стало ясно, что у работников призывных комиссий немало проблем, связанных со сферой здравоохранения. При этом задача этого собрания – услышать о трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники районных военкоматов, а также внесение этих проблем в список, который в будущем будет рассмотрен на республиканском уровне. Один из таких вопросов – это сдача дополнительных анализов призывниками срочной службы. Как оказалось, некоторые дорогостоящие процедуры, которые требуют военкоматы, приходится оплачивать самим новобранцам. Те, которые, представители, которые пребывают, их отправляют на обследование, снимки и так далее, так далее. Все это проходит за счет призывника. Да, за счет призывника. Ну, сейчас я знаю. Как мы думаем, этот вопрос можно решить? Ответ на данную проблему дал представитель областного управления здравоохранения. По словам специалиста, этот вопрос будет учтен, а также направлено предложение на обеспечение сдачи вышеуказанного перечня анализов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Спикер также отметила, что подобные проблемные вопросы должны решаться на районном уровне, ведь именно они должны оставлять бюджетную заявку для своих жителей, призванных на службу. У нас у многих призывников нет уже отчисления фонду по соцстрахованию, нет отчисления. Поэтому они, вот эти медуслуги проходят у нас по СМС. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы вот эти медуслуги оказывались по гарантированному объему медицинской, по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Поэтому, если проработается вопрос, будем освидеть, вот этот медосмотр будет проходить все бесплатно. Еще одна тема, заслуживающая внимания, это то, что работники медицинских комиссий не раз отправляли на службу солдат, чье здоровье не соответствует армейским требованиям. Выяснилось, что только за прошлый год в Алматинской области по этой причине было комиссовано более 10 новобранцев. По делам обороны Ембеково-Казахстанского района 6 случаев выявлено. То есть, вот представители медицинской комиссии выдали, вот у вас 6 случаев. То есть, отдел по делам обороны Ильинского района 4 случаев. Отдел по делам обороны Карасеевского района 3 случаев. Кигенера-Ембековского района 2 случаев. Жамбулжского района 2 случаев. Управление по делам обороны город Кунаев – один случай Отдел по делам обороны Толгарского района – один случай И отдел по делам обороны Игурского района – один случай В свою очередь работники медкомиссии утверждают, что они не могут посмотреть медицинскую карточку призывника, поскольку у них нет доступа Кто пришел с другого региона, вы не можете посмотреть, да? Не мог Даже с запросом Доступ запрещен кодексам республики С запросом даже нет, да? Да Вместе с тем спикер напомнил, что основная ответственность по явке граждан призывного возраста лежит на плечах работников местных исполнительных органов Однако эту работу они выполняют ненадлежащим образом Вот здесь бы хотел обратить внимание, уважаемые представители призывных комиссий Хотел бы напомнить, что в законе написано, что призыв граждан организует и обеспечивает местными исполнительными органами Все, как вы все знаете, заместители Акимов районов, все являются председателем призывной комиссии А местные органы военноуправления эту работу просто выполняют А то у нас тенденция получается, что местные органы военноуправления отвечают, а остальные все, грубо скажем, в стороне остановятся Завершилась встреча церемонии награждения Глава департамента по делам обороны Алматинской области поздравил присутствующих с перевыполнением плана И вручил благодарственные письма и грамоты за отлично выполненную работу Напомним, в прошлом году на службу от Алматинской области было призвано более 3000 солдат-срочников Таким образом, план был перевыполнен более чем над 130%, что обеспечило первое место в республиканском рейтинге призывных комиссий Айслужандосова, Жайдарбек Норбек, телеканал Жита Сук, Кунаев